привет друзья вы смотрите канал другая испания с еленой вивас конец января у нас ярко светит солнце а если вы слышите поют птички со всех сторон плюс 20 градусов но честно и откровенно скажу январь в этом году удался по полной зимней программе было достаточно холодно иногда ночью температура опускалась у нас до 0 одну неделю я спала с закрытыми окнами так обычные с плюс открытыми окнами и было достаточно много осадков но это были не такие так сказать проливные дожди это морозь а здесь у нас в стране басков такой дождь называют черемири цыпется там что-то непонятное с неба то ли дождь то ли облака решила на вас упасть вот такое состояние вот поэтому в принципе я много не выходила мало снимала в этом месяце для своего youtube канала ну будем будем посмотреть как говорится да какая погода будет у нас дальше итак давайте поговорим о том за что же я люблю испанию итак номер один это то что испания она настолько разнообразно что каждый здесь может выбрать свой климатический рай в испании есть все начиная от пустынь и заканчивая зонами где снег лежит по 6 месяцев может лежать снег давить в испании есть отличные горнолыжные курорты как на севере испании впереди так и на крайнем юге в андалуси и самый известный у нас горнолыжный курорт это сьерра невада а в провинции гранада и есть места даже где снежники лежат круглый год когда мы с туристами поднимаемся на экскурсию на пике европы то мы там видим снежники которые там можно увидеть да в июле в августе месяце то есть те которые летом не тают поэтому испании она настолько разнообразно что каждый здесь найдет свой природный рай кто-то любит чтобы было лето круглый год пожалуйста на канарах вас ждет лето круглый год и немножко может быть там весны будет кто-то любит смену климатов кто-то любит всегда чтобы было чистое небо не облачко и все время светило солнышко пожалуйста андалусия коста даль соль берег солнца кому-то нравится как мне чтобы выглянуть в окно каждое утро а там какое-нибудь новое представление было на небе да поэтому я и живу на севере потому что я люблю наблюдать за красивым небом скажем так а для меня красивое небо это облака тучи вторая причина за которую я люблю испанию она в принципе вытекает из первое это огромное наличие национальных парков данной территории которых сохраняют первозданную природу и вы можете в любое свободное время выехать и насладиться или густым непроходимым лесом но где обязательно будут спланированы дорожки по которым комфортно ходить паркинг для вашего авто возможно даже где-то и там кафешечка будет чтобы вы могли перекусить такое тоже возможно и вот это огромный вклад государства в охрану природы он в принципе практически всю страну превращает в единый национальный парк и вот мне иногда стенания некоторых наших иммигрантов непонятны когда него он здесь в испании нет леса вы серьезно в испании нет леса 90 процентов территории испании это горная территория и большая часть этих гор она покрыта лесами и многие леса являются в испании уникальными для всей европы третья причина по которой я люблю испанию это испанская но пассана да ничего не произошло вот случится с вами что-нибудь серьезное так что ну извините иногда волосы там на и на месте хочет сорвать туда испанец но пассана да ничего не произошло и чего да это настолько успокаивает и что ты в стрессовой ситуации расслабляешься и начинаешь принимать правильные решения да никто тебе не скажет ну ты клуша вляпалась или как у нас врачи в россии любят как вы милочка себя до такой ситуации довели здесь никто вам такого не скажет все вас будут успокаивать и будете двигаться дальше принимать правильные решения и правильно выходить из нужной ситуации а четвертая причина за которой я люблю испанию это их неспешный образ жизни испанцы тот народ который умудряются никуда не спешить и при этом везде успевать все делать да иногда посмотришь так господи где они все где они все работают или они все дома спят целыми днями но при этом все функционирует дороги прекрасные в магазинах все есть трудно сказать то чего нет в испании чтобы вот здесь было плохо да ну все работает все шестеренки крутятся вертятся и все прекрасно все работает и для этого необязательно сидеть в офисах по 15 часов все работает завод и фабрики коровки пасутся лошади счастливые бегают вон там у меня за спиной так что можно все успевать и при этом никуда не спешите жить без стресса пятая причина за что я люблю испанию и нужно отметить что для комфортной жизни это очень важный фактор это то что испания это безопасная страна а да есть проблемы с карманниками это прежде всего верно для больших туристических городов таких как барселона мадрид и так далее вот у нас на севере испании этой проблемы нет вообще спокойно в кафе сумку можешь хоть за соседним столиком оставить никто ее не тронет даже вот был у меня случится с моими испанскими друзьями бегали мы а по кафе и мой друг альфреда забыл сумку вообще на подоконнике в кафе и вспомнил про нее только когда мы приехали в другой бар не уже в баре в этом другом посидели и когда его очередь была платить он с похватился сумки нет мы поехали в тот бар где перед этим сидели и спокойно его сумка как лежала на столе так она и продолжала лежать взяли поехали а гульваница дальше что уже говорить вообще там о крупных преступлениях это вообще большая большая редкость поэтому в испании достаточно спокойно но при этом конечно расслабляться не надо я помню у меня был такой случай когда только еще приехала за там первый второй год жила а катались мы по окрестностям сантандера и какой-то дом в глуши стоял двухэтажные на балконе у него висела вывеска с таким вот текстом примерных уважаемых воры не надо к нам залазить нас уже грабили два раза у нас больше ничего нет а вот так что береженного бог бережет но если мы говорим вообще о комфорте существования до комфорте жизни то до испания очень и очень безопасная страна по сравнению да с многими другими странами как европы так и мира вообще поэтому за своих детей здесь можно быть спокойными ну и за себя конечно тоже ставя причина по которой мне нравится испания это то что в испании в приоритете семья а не работа очень много кстати вот раздражает то что по воскресеньям здесь ничего не работает но так замечательно воскресенье здесь это просто семейный день когда люди проводят свое время целый день посвящают семье ну вот своими детьми или едут навестить и родителей навестить дедушку с бабушкой а в деревню такой вот всеобщий день семьи каждую неделю да очень трудно найти испанца который добровольно например согласиться работать в рождество или в новогоднюю ночь поскольку опять же это семейные праздники в которые принято собираться всей семьей проводить вместе время вот такие вот здесь семейные ценности седьмая причина за которую я люблю испанию то здесь очень любят детей а я помню что моя первая поездка лет 15 назад когда я приехала в сан-себастьян меня это так удивляло когда достаточно приличный ресторан сидим обедаем по полу ползают на четвереньках там дети не знаю там возраста может даже меньше года и носятся официанты увидев ползающих по полу детей они всегда сюси-пуси обойдут никогда не скажут берите своего ребенка здесь он не работать мешает что-нибудь в этой области нет никогда и ни за что такого вы не услышите дети это здесь приоритет ну по мне да иногда бывают конечно перегибы к ним детей иногда мне кажется можно и по строже с ними но в испании такого нет слава богу знаете так классно когда ходишь никогда за все 10 лет жизни в испании никогда не слышала что кто-то где-то кричал на детей и у детей здесь прекрасное детство седьмая причина за который я люблю испанию это сами испанцы то есть я не понимаю людей которые пишут испания прекрасно без испанцев но для меня испании без испанцев она испании не будет что испанцы они очень дружелюбные они всегда готовы прийти на помощь они всегда тебе улыбаются даже если у вас там с кем-то вдруг произошел какой-то конфликт то все равно на следующий день будет улыбаться здоров с тобой пусть кто-то говорит что это двуличность не знаю там живете да вы в многоквартирном доме произошел у вас там конфликт с соседом по лестничной площадке то или вы там после полуночи послушали громко музыку или он послушал пришли там потарахтели в дверь поругались так далее она успокоились ну и что теперь ходить каждый день мимо друг друга набычившись не смотреть и отворачиваться делать вид что вы его не знаете и так далее это же не жизнь а каторга куда приятнее на следующее утро опять увидеть этого человека расплыться в улыбке пожелать ему доброго утра и в принципе конфликт сам собой уйдет на задний план потому что они остаются человеками а несмотря ни на что следующий какой там 8 уже до причина за что я люблю испанию испанцы они никогда не нарушают ваши личностные границы да то есть никто никогда к вам не будет влезть вашу черепную коробочку чтобы там все из вас выпросить вы спросить а как и что и вы четко ограничиваете свои личностные границы да там на эту тему я не хочу говорить и никто с вами больше вообще никогда не будет об этом говорить да на самом деле испанцы они очень любопытные и им да им хочется что-то больше всегда знать о вас они не будут этого спрашивать если вы сами не захотите об этом рассказать я вот сейчас мы сейчас уже больше полгода до здесь живу в новой деревне но и сразу до в аптеке и в местном сельпо я рассказала вкратце о себе чтобы никто и ничего про меня не выдумывал да кто я есть чего кого еще там чем живу чем дышу и почему я здесь живу все им рассказала соответственно это два основных пункта сбора сплетень которые будут известны остальным если кому-то что-то про меня интересно знать вот и все то есть я их любопытство удовлетворила и никто и никогда больше лезть ни с какими вопросами ко мне не будет то есть я рассказала все что я хочу чтобы люди знали обо мне что не хочу естественно не буду рассказывать а то что вот говорят вот и спайн вообще в европе да невозможно там посидеть и поговорить по душам замечательно меньше людей будут знать что у вас в душе легче жить будет да для этого есть профессионалы есть психологи с ними можете поговорить замечательно не надо других людей а грузить своими проблемами да и да следующее за что я люблю испанию это я здесь себя чувствую да абсолютно свободной я что хочу то я и делаю понятно что в рамках закона на мне очень легко было открытия свое дело вести свое дело и заниматься тем чем я хочу реализовать себя да потому что он прежде всего по образованию я географ и вот реализовать себя я смогла по своей профессии только после эмиграции в испанию холизм да он тебе дает свободу свободу самореализации хочешь иди на дядю работой хочешь свое дело открывай хочешь свою компанию огромную там затевай если мозги и деньги есть все дороги открыты для тебя говоря свободе я знаю что некоторые граждане со мной могут не согласиться так как законы в испании очень строгие но лично для меня свобода это когда все соблюдают законы и законы они в принципе для того и созданы чтобы у каждого гражданина страны были свои рамки безопасности то есть если я соблюдаю закон то я вправе надеяться на то что и остальные тоже его соблюдают и это и есть кстати то что и создает это ощущение комфорта и безопасности в испании кстати одни из самых строгих законов и я как-то раз писала статью про одну тюрьму в кантабрии которые я называю пять решеток за ее комфорт за нахождение на берегу океана и полезла больше читала информации на эту тему оказывается в испании а сроки тюремные сроки за за уголовные дела они в среднем на 50 процентов более длительные чем в среднем по европе то есть здесь очень жесткие законы и естественно кому хочется как там говорят до чалица на нарах поэтому испанцы и стараются не выходить за рамки законов своей страны а это и есть ваша личная свобода когда ваши границы никто не нарушает я продолжаю свой утренний моцион до свою прогулку по горе и уже на ходу буду снимать это видео плюс немножко других вам пейзажев для разнообразия на это то за что да я тоже люблю испанию итак следующий пункт за что я люблю испанию и испанцев это толерантность испанцы несмотря на то что они достаточно такие люди импульсивные эмоциональные но при этом в дискуссиях они никогда агрессивно не будут вам навязывать свою точку зрения свою позицию дальние любят поспорить но спокойные они вам свободно дают остаться при своем мнении есть семьи в которых например ада идут голосовать за разные партии на выборах и это тоже нормально никто из-за этого не будет подавать на развод или чмырить вас здесь практически отсутствует ксенофобия на расовой и национальной почве здесь в принципе достаточно обычное явление это увидеть в семье усыновленного темнокожего ребенка ты когда приехал и помню прям такая была массовая рекламная кампания на телевидении до чтобы усыновляли удочеряли детей почему-то из молитв я вижу вот это вот абсолютно спокойное нормальное отношение темнокожие парни которые ходят по всей испании с тележками и продают различную кожу галантерею никто на них не рычит не бычется даже полиция иногда скрывает глаза потому что понимает что людям нужно работать зарабатывать деньги что они со своей родины до уехали не от лучшей жизни нет я абсолютно не поддерживаю эту вот политику нынешнего правительства санчеса который все спасательные лодки приплывайте к нам нет но если вот и уже люди здесь живут каким-то путем они сюда добрались то никто на них полка нас пускать не будет и в принципе это нормально все мы люди все мы человеке все мы родились под одним солнцем живем на одной планете земля и мы должны уважать друг друга и это то что мне нравится в испанцах ведь мы тоже в этой стране эмигранты и чем мы лучше других все мы одинаково следующий пункт за что я люблю испанию это испанская гастрономия испания и особенность север испании это настоящий рай для гурманов стало вообще как бы темой моей работы да кто меня знает давно кто следит за мной на фейсбуке знает что основной вид моей деятельности это гастрономический туризм и туристы ко мне в основном приезжают за местной североиспанской гастрономии который я очень хорошо знаю который я очень люблю в испании наверное многие знают да не очень принято завтракать дома для этого есть кафе и в какой бы опи мира ты не жил а то в этом плане ты обделен не будешь потому что кафешки есть абсолютно везде в больших малых крупных городах в деревне в деревнях на хуторах спустившись из дома вы всегда найдете кафе и не одно и сможете выбрать то которое станет вашим любимым куда вы будете заходить каждое утро позавтракать практически все ресторан больше так скажем часть ресторанов процентов на 90 на 95 они работают с комплексными обедами да где за вполне приличные деньги вы можете вполне хорошо пообедать в рабочее время расслабиться и там не знаю не тащить с собой лоточки или не бежать домой там что-то срочно готовить разогревать для вас уже приготовили в ресторане и все это доступно но больше части населения работающей части населения в принципе это доступно ну и конечно же есть рестораны разного уровня испания страна где достаточно много ресторанов в том числе высокой кухни ну а город сан-себастьян который вон там чуть-чуть вот вдалеке азади меня на мысике находится так это вообще гастрономическая мекка европы да о чем провозгласил евросоюз следующий фактор за который я люблю испании он находится в вот у меня непосредственно за спиной это то что испания это одна из главных стран виноделия в мире да это третья страна по объемам производства вина здесь очень хорошо развита культура виноделия вино это целая философия не то чтобы набухаться а их поймать в этом какой такая кайфа здесь и не в алкоголе а в самом процессе всегда можно собраться с друзьями не дома в баре где вам нальют этот бокальчик вина принесут закусочки и вот она жизнь на полном релаксе удалось это то за что я также люблю испанию но пойдемте вон туда вот вниз к океану и я вам расскажу о других факторах за которые я так люблю испанию где я живу уже 10 лет следующий пункт за который я люблю испанию это то что здесь настоящая услада для глаз эстета здесь куда не посмотришь везде сплошная красота да у меня бывало того туристы которые приезжают надолго неделю на две утро начинается с того что я расскажу о том что мы сегодня будем смотреть они на опять будет очень красиво мы уже устали от этой красоты но я естественно это шутки да я за 10 лет жизни здесь не устала так же как я не устала восхищаться красотами испании но на самом деле здесь огромное количество очень красивых милых деревеньев городов вот как сейчас я спустилась своей горы добралась до городка гитаре у меня о нем есть отдельное видео на моем канале можете посмотреть а вот городок на три тысячи населения и здесь огромное количество достопримечательностей просто очень милых а узких средневековых улочек по которым можно прогуляться порт и так далее и в принципе сюда же в этот пункт можно отнести то что испанцы они очень бережно относятся к своей истории смогли сохранить вот в наш нелегкий 21 век столько исторических зданий памятников артефактов что просто вот можно изучать и изучать всю жизнь да почему вот испанцы не особо любят путешествовать за границу да потому что в испании здесь столько всего что можно смотреть всю жизнь и при этом вы не успеете посмотреть а все те красоты которые предлагает вам испания за что я еще люблю испанию ну вот проснулись вы взгрустнулась вам что делать под напрягли память или зашли в интернет поискали обязательно где-нибудь в ближайшем городке деревне будет какой-нибудь праздник потому что испания это страна праздник здесь постоянно что-нибудь отмечают каждой деревне до в испании всего 2000 населенных пунктов вот в каждом из этих населенных пунктов но минимум наверно 10 или 15 каких-то праздников проходит за год ну вот помножьте вы а количество населенных пунктов на количество этих праздников то есть ну всегда можно найти в испании что и где отпраздновать итак идемте гулять дальше вот я же дошла до гитаре сейчас пущусь как я ну и расскажу еще о нескольких пунктах за что я люблю испанию следующий пункт за который я люблю испанию это то что в испании есть океан тот кто жил на океане тот меня поймет потому что никакое море не может сравниться с океаном океан это стихия океан это энергетика да он может быть вот таким вот спокойным как сегодня а может бушевать так что из дома страшно выходить вот этого здесь интереснее жить ну а тем кто не любит океан в испании понятное дело и средиземное море и там тоже есть пляжи абсолютно на любой вкус здесь вот у нас на севере испании где атлантическое побережье пляжи в основном это золотой песок на побережье галисии белоснежные прям кристально белые а пляжи сформированы измельченного ракушечника до его перламутра а есть пляжи огромные я уже снимала видео сам большом пляже на севере испании в городке сараут сможете посмотреть у меня в плейлисте другая испания с еленой и вас есть маленькие небольшие пляжи то есть на любой вкус за что я еще люблю испанию за прекрасную медицину это тот фактор который дает вам уверенность до уверенность в завтрашнем дне медицина в испании это одна из лучших медицин в европе и у меня об этом тоже есть а сняты отдельный видеоролик полистайте у меня в плейлисте жизнь в испании где я рассказывала в том числе и о множественных своих опытах а столкновения с испанской медицины а следующий фактор немаловажно да это то что испания это член евросоюза и поэтому дам но мы сейчас не говорим об этой вот экстренной ситуации в которой мы сейчас находимся в период пандемии до смотрим более широко на этот мир а вот и тот факт что испания является членом евросоюза помогает путешествовать очень легко по европе да не нужно никаких документов дополнительных ну и в принципе то границ как таковых европе нет вот прошлую зиму я жила когда в андариби так вообще было замечательно 2 евро 4 минуты и ты на кораблике уже во франции пошел погулял во франции перекусила французской кафешке приехал пообедал в испанском ресторанчике бандариби у меня тоже есть видео на моем youtube-канале еще один фактор очень важный для тех у кого есть дети сам в подростковом возрасте это то что в испании очень хорошее образование да как среднее образование и так высшее среднее образование она хорошо прежде всего тем что ваших детей не чморят да ваши дети чувствуют себя личностью когда они находятся в школе процессе его обучения жесткая система обучения это для тех кто выбирает для себя карьеру университетскую кто идет получать высшее образование вы с испанским дипломом легко можете устроиться на работу в любой практически стране мира ну и самое главное за что я люблю испанию это за то что в испании умеют наслаждаться жизнью испанцы работают для того чтобы жить они живут для того чтобы работать и вот этот подход к жизни это вот мое все за что я больше всего люблю испанию ну и по традиции в конце этого видео многие ждали конечно же обязательно нужно рассказать о том за что я не люблю испанию вы знаете я так подумала подумала и знаю меня нет того за чтобы я могла не любить испанию поэтому по этому вопросу обращайтесь к другим блогерам которым что-то там не нравится кто-то чем-то не разобрался кому-то не нравится что здесь говорят по испански кому-то солнце много кому-то холодно кому-то там дожди на голову ли не знаю лично меня в испании устраивает все и я счастлива что я живу в этой стране уже 10 лет поэтому я и вам желаю найти себя в этой жизни найти свое местечко где вы будете чувствовать себя комфортно где вы сможете себя реализовать где вы сможете найти только не знаю 20-30 стоп причин за что вам нравится это место и 0 за что не нравится и наслаждаться жизнью если вам понравилось мое видео поставьте лайк нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и всем пока пока с вами была ваша елена вила до новых встреч на моем канале